Производство Компании Техномови Великолепная Италия Калабрия Пролетая над морем и горами, мы откроем для себя этот край и исследуем его города и остатки древних цивилизаций. Мы отправимся на поиски его символов и традиций и познаем культуру, краски и красоты Калабрии. От Пентадаттилу до Сибари. На самой южной оконечности Калабрия, мы переговариваются с горами. Здесь рельеф принимает причудливые формы. Гора Калабрия похожа на ладонь с пятью пальцами. И город Пентадаттилу обязан ей своим названием. Мы в области Бабисия, где греческая культура жива в местном языке и традициях. С гор Аспрамонта текут реки. Их русла пересыхают летом, но зима не обильна. В заповедник Аспрамонта входит 37 муниципальных округов. Под его защитой находится почти 80 тысяч гектаров территории с горными пиками, которые возвышаются почти на 2000 метров над покрытыми лесом-долинами, изрезанными ручьями. Вода и ветер оставили на них свой отпечаток, сформировав группы монолитов Валли-Делли-Гранди-Пьетро. А вы с промонтами, как и в других горных цепях, которые составляют основу внутренних территорий, мы открываем краски Калабрии. От темно-зеленых лесов до теплых красок земли и песка. Наше исследование ионического побережья начинается с открытия его тысячелетней истории. Цивилизация Великой Греции утвердилась здесь в 8 веке до нашей эры, так же, как и в Локре. Древние города хорошо сохранились. Отчасти потому, что находятся вдали от современных городов, появившихся на берегу и плато. Город Джарача стоит на высокогорье Аспрамонте, как великое произведение искусства. Замок и собор относятся к нормандскому периоду. Они соседствуют с множеством средневековых домов и палаццов. Пьянящий запах жасмина подарил побережью его имя. Ривьера Дейджельсумини с ее пляжами и кристально чистыми водами стала синонимом отпуска на море. А вручелла ионика девственная природа переплетается с историей культуры, которые олицетворяют средневековый замок, ставший резиденцией знати в 18 веке. В 1972 году на морском дне неподалеку от берега здесь были найдены две греческие статуи. Теперь они известны во всем мире как бронзовые воины Рьячи. Двигаясь от моря вглубь страны, между горами Аспрамонта и Сила, мы встречаем еще один прекрасный город на высокогорье – Стилу. Здесь в 16 веке родился философ Томазо Кампанелло. В городе сохранилась жемчужина византийской архитектуры. В древности католика была одной из важнейших церквей области. Она окружена сэрой, местностью, в которой затерянные между скал мелкие деревушки, как пацаны, перемежаются с дикими заповедными местами. Во времена бурбонов сэрой была охотничьими угодьями, а сегодня эта область является заповедной, и местные фауны и леса находятся под охраной. Кажется, будто природа хочет стереть следы человека прошлого. Деревни захватили старые постройки. Но главное, сюда вернулись несколько исчезнувших видов животных. Норманны завоевали эти земли в средние века. Роджеро Дальтовилло отдал часть лесов монаха Бруно де Кулонье, который заложил основы великого монастыря. С последующей века значимость аббатства Сан-Бруно выросла, и с притоком средств были добавлены новые постройки. Оно стало самым богатым и знаменитым аббатством в Калабрии. Наши исследования сокровища области продолжаются на севере, в Катанзару, в столице Калабрии. В 60-х годах символом города был торжественно объявлен уникальный биадук, пролет арки которого составляет 231 метр. Через мост мы въезжаем в исторический центр Катанзара, который стоит на трех холмах высотой 300 метров. В марте 2008 года здесь открылся художественный музей Катанзара «Марка». В его экспозициях сочетаются прошлое и настоящее, история и современность. Постоянная коллекция музея составлена из картин и скульптур последних пяти столетий. Одна из самых ярких фигур – художник Мимо Роттайна. Роттайна родился в 1918 году и считается одним из самых значимых художников 20-го столетия. Слава о нем гремит за пределами Родины и Европы. Мы также можем убедиться в приверженности граждан современной культуре в Средиземноморском парке биологического разнообразия. Зеленые легкие города не просто стали домом для животных и растений, но и превратились в художественные инсталляции, такие как «Человек, измеряющий облака» бельгийского художника Яна Фабра. Эта скульптура является собой сплав природы и искусства, расширяет границы привычного, объединяя выдумку и реальность. Работы знаменитостей международного уровня, таких как Тони Грек, Энтони Гормли и Мимо Паладина, соседствуют со скульптурами местных художников. Субтитры создавал DimaTorzok Культурное значение Катанзара неотделимо от его прошлого, что проявляется в истории его собора. Восстановленный после бомбежек Второй мировой войны, этот храм унаследовал все признаки культовых сооружений Средневековья. Возле исторического центра стоит здание театра Политиама с причудливым фасадом. Сердце культурной жизни города. Расположенный на перешейке Катанзара отделен от обоих побережья Калабрии 30 километров. Мы продолжаем свой путь вдоль Ионического побережья на север, где нас ждут новые открытия. Считается, что здесь Улисс Гумара пережил некоторые из своих приключений. Город для Кастелло обязан своим именем крепости, которые словно парит над водой. Арагонская крепость была построена как стратегический сторожевой пункт, и на протяжении столетий она была предметом жарких споров. Сегодня она в обрамлении моря и пляжей украшает фотографии тысяч гостей Капо Рецупто. Сегодня маршням и замкам уже ничто не грозит. Настало время защищать природу. Так появился морской заповедник Капо Рецупто. Субтитры создавал DimaTorzok Скалы и заливы сменяют друг друга вдоль побережья, а мысы выдаются в море. Один из них, мыс Колонна, граничит с заливом Таранто. Единственная колонна осталась от древнего храма Герой Лацини. Теперь она – один из символов Калабрии. Эксперты полагают, что в греческом храме было 48 колонн. В древние времена храм принадлежал колонии Кротон. А мысло Циньо был главным священным местом древнего Кротона. Возникновение колонии затерялось в легендах, но считается, что она была основана в 8 веке до н.э. Греческий Акрополь когда-то стоял там, где позже был построен замок. Карл V перестроил его в 16 веке н.э. Замок Санта-Северина имеет схожую историю. Крепость построена норманами, и в ней сохранились 4 цилиндрические башни и бастионы. Собор был заложен в средние века. Он стоит на противоположной стороне площади. На протяжении столетий эта площадь называлась просто или Кампо, или Поле, так как на ней проходили парады. Средневековый город Санта-Северина стоит на скале, окруженной холмами. Эта область пригодна для земледелия и расположена совсем близко к самым пустынным частям силы. Здесь оливковые рощи уступают место пляжам, хвойным лесам и многочисленным рекам. Первое искусственное озеро Силы было создано в 1926 году. Вытянутая форма озера Ампулина делает его похожим на реку. При средней высоте в 1300 метров над уровнем моря плато Силы простирается на север Калабрии вглубь страны. Большинство земель являются заповедными зонами с 60-х годов. Это первый национальный парк Италии. Богатство водных ресурсов привело к созданию озер из рек и ручьев. Эти озера органично вписались в природную среду. Эта природа таит много сюрпризов. Например, столетние черные сосны, известные как великаны силы. Крупнейшее искусственное озеро Силы называется Чечета. Это самое длинное из озера. Третье по очередности создания после Ампулину и Арву. Город Росано примостился на горных склонах Силы. Во второй половине первого тысячелетия он являлся важным центром византийской культуры. Благодаря многочисленным церквям и художественному наследию того периода его называют Южной Равенны. Это место было стратегическим для контроля над территорией. Но ни Вестготом, ни Лангабардом, ни Царацином не удалось прорвать его оборону. Византийцев сменили норманны. Вокруг Росано деревья молчаливо скрывают важные свидетельства присутствия норманов в этих землях. Это монастырь Санта-Мария дель Паттера, построенный в 12 веке. Из первоначальных построек сохранилась лишь церковь, украшенная арками и орнаментом из песчаника. Внутри Наус и два Нефа, а также великолепная напольная мозаика с изображениями животных и мифологических фигур. В средние века многие прибрежные жители перемещались на высокогорье, чтобы лучше защищать себя. Так был основан первый центр Корильяно-Калабро. На протяжении столетий замок менял свой облик от Ренессанса до стиля 19 века, когда крепость была переделана в виллу. Сегодня, благодаря реконструкции, Герцогский замок, один из хорошо сохранившихся в Южной Италии, играет важную роль в местной культуре. Здесь мы восхищаемся художественностью исполнения часовни Санта-Гастину. Исторический престиж Корильяно проявляется в многочисленных церквях, которые в XVIII веке украшали величественными и замысловатыми фасадами. Церковь в Сан-Антонио была перестроена в XVIII веке. Ее купол украсила яркая, красочная майолика. Архитектура Корильяна преобладает в долине Крате на равнинном северо-востоке Калабрии. Здесь мы вновь встречаемся с периодом Великой Греции, с которым все началось. Сибарис считается самой древней греческой колонией на Ионическом побережье. Археологические раскопки обнаруживают следы зданий, которые делали ее величайшим городом в античные времена. Сибарис был богатый процветающей колонией, а ее обитатели славились необузданной любовью к роскоши. Город был обязан своему богатству плодоносной почве и серебряным копям. Раскопки свидетельствуют, что на этом месте было три города. Греческая колония Сибарис переродилась в Фурии, а позже была перестроена как римское поселение Копия. Сибарийский археологический музей прослеживает историю архаичного периода колонии по многочисленным находкам, таким как бронзовое украшение усопших. Символом древних Фурий является бронзовая статуэтка разъяренного быка, которую нашли вместе с другими артефактами при раскопках. Это частицы далеких эпох, которые возвращаются к людям после веков забвения. Символы не только прошлого, но и целой области Италии, которые радуют и глаз, и разум. Это путешествие нескончаемо как реки, которые текут по земле Калабрии с гор к морю. На русский язык фильм дублирован компанией VideoFilm TV. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА